Удивительно, но даже в рядах патриотических партий, таких партий как Акжол, такая партия поддерживаемая Маргуланом Боранбаем, всем известная, даже в таких партиях присутствуют ватные представители. Я бы сегодня хотел бы призвать руководителей партии Акжол исключить из своих рядов депутата, который предложил совковую инициативу и который тут же поддержали все пророссийские ватные СМИ, в том числе и Хрингриньюс. Казахстанских бизнесменов-преступников предложили отправлять в ссылку. Депутат Мажелиса Андрей Линник, что удивительно, являющийся членом партии Акжол, предложил отправлять бизнесменов в ссылку в отдаленные районы Казахстана за совершенные ими экономические преступления. Тут много подтекстов есть у этого предложения. Самый главный подтекст это то, что этот депутат предложил считать некоторые территории казахские земли какими-то отдаленными землями, какими-то прокаженными землями или проклятыми землями. Я не знаю, каждый квадратный сантиметр, каждый клочок казахской земли для казахов должен быть землей в первую очередь обетованной, а не прокаженной или отдаленной. Где бы казах ни жил, он должен помнить, что он живет на казахской земле и этого должно быть достаточно. Все это понятие ссылка, отдаленные земли, прокаженные земли, никому не нужные забытые земли, это все наследие империи. Это в империях больших, где присутствуют чужие земли в составе империи, есть такие понятия, отдаленные земли. Это могли из Петербурга или Москвы раньше в царские времена отсылать в Казахстан, это были отдаленные земли для Москвы и Петербурга. Но для нас, казахов, в Казахстане нет понятия отдаленной земли и быть не может. Во-вторых, это совковое прошлое, это паспортные режимы, призыв вернуться к этому всему гулаговским традициям. Потому что если кто-то будет жить на отдаленных землях, их надо как-то контролировать, отмечали, чтобы они пропуски у них были. А для чего у людей пропуски? Для того, чтобы эти пропуски проверять. А если проверять, то значит проверять у всех. Вот этот депутат Андрей Линик, он предложил вести в Казахстане вот такую вот старую совковую пропускную систему, систему прописки. 101 километр была такая традиция в Москве, высылать людей за 101 километр. Когда им нельзя было приближаться к столице советского государства ближе, чем вот, чем этот столбик на трассе, на федеральной, то есть на главных трассах со знаком 101, ближе 100 километров, проживать было нельзя этим людям. Вот такую же совковую традицию, абсолютно совковую предлагает этот депутат от партии Акжол Андрей Линик. Сегодня я призываю всех активистов казахских, всех патриотов казахских, я знаю, которых немало в партиях Акжол, обратить особое внимание на идеи, выдвигаемые вашей партией, и подумать еще раз хорошенько, чем вы там занимаетесь. Возрождением совка или поднятием казахского идентичности, казахской гордости, казахского национализма. В хорошем смысле этого слова, конечно же. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово, и до новых скорых встреч!